В минувшие выходные в столице Верхней Волжи отпраздновали Всемирный день поэзии. По традиции в Доме поэзии Андрея Дементьева чествовали молодых конкурсантов премии «Зелёный листок». А в Тверской областной академической филармонии вручили учреждённую правительством Тверской области первую всероссийскую премию имени Андрея Дементьева. Об итогах конкурса рассказывает Наталья Чекет. Встреча участников конкурса с профессиональными литераторами прошла в Доме поэзии Андрея Дементьева. Однако в этом году в связи с эпидемической ситуацией только часть финалистов смогла приехать в Тверь. Остальные приняли участие в мероприятии в режиме онлайн. Надо сказать, что, конечно, культура изменилась. И ситуация, когда мы будем многие культурные события переживать онлайн, она во многом сохранится. Понятно, что мы не вернёмся уже к тому состоянию, в котором мы находились раньше. Тем не менее, очень радостно, что мы собрались здесь, что мы видим друг друга, что будут читать стихи живую, мы будем их слушать. По традиции на встречу был представлен сборник стихов участников конкурса. Однако в этом году в него впервые попали произведения членов жюри. Их работы вынесены в отдельный цикл, который известные поэты написали во время пребывания на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, во время встречи звучали стихи молодых поэтов, выпустивших свои сборники произведений. Куты и слова, и тело, и душу, и мысли, и страх. Просьба дня, отошедшего в сторону за угол суток. В складках тканей, прожитых событий, уже не остра. Не печаль, не победа, всё тихо и кругло, как будто. Упадёт предзакатная тень в дом топлёным теплом. Вечер смуглый младенец, вокруг оглядится и смолкнет. Время яблочным соком ещё никуда не стекло. В золотой кожуре оно светом и мякотью полно. Во время общения с конкурсантами члены жюри отметили, что одна из ценностей состязания – это, конечно, соревновательная среда, в которую попадают участники. Как только поэт выпадает из литературной жизни, из своего поколения, как только он перестаёт себя сравнивать с теми, кто был до него, включая Александра Сергеевича Пушкина, и с теми, кто уже пришёл после него, потому что, несмотря на всю вашу юность некоторых участников, поверьте, уже вам дышат в затылок новые поэты. Потому что этот процесс, он неостановим. Жюри высоко оценило присланный на конкурс работы молодых поэтов, которых рекомендовали региональные литературные объединения и писательские организации. Одним из лауреатов конкурса «Зелёный листок» стала Яна Цыганкова, которая специально приехала в Тверь на вручение премий из Воронежа. Как рассказывает девушка, поэзия начала увлекаться ещё в раннем детстве, но осознанно начала заниматься стихосложением в возрасте 16 лет. Сейчас Яна пишет стихи и тексты песен, работает с двумя творческими музыкальными коллективами. А победа в конкурсе для неё большой шаг вперёд. Я не ожидала увидеть себя в числе победителей. И удивительно и приятно находиться здесь, потому что, наверное, это моя первая крупная победа. А в Тверской академической областной филармонии состоялось вручение первой премии имени Андрея Дементьева. В этом поэтическом конкурсе принимали участие таланты со всей страны. Алтайского края, Адмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей, в том числе и Тверской. Победителем в номинации «Молодой поэт» стал Александр Лошкарёв из Липецка, автор сборника стихотворений «В туманах окраин». Он получил диплом победителя, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. После церемонии вручения премии прошел показ моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия». в исполнении Марка Тишмана. В постановке переплетены времена, судьбы, характери и истории самых разных людей.